С этого года россияне могут оформить новый социальный налоговый вычет, благодаря которому можно компенсировать часть расходов на занятия в фитнес-клубах и прочих спортивных организациях. Закон об этом был принят в прошлом году. Внедрение такой меры станет отличным поощрением и приятным бонусом для тех, кто уже занимается физкультурой и спортом, а также поспособствует вовлечению в занятия новых граждан. По прогнозам, это увеличит число занимающихся в фитнес-клубах россиян примерно на 10%. Это около 490 тысяч человек. И, кстати, если вы занимаетесь всей семьей, то экономия выходит весьма существенная. Важный момент. Поскольку нововведение вступило в силу с 1 января этого года, то и вычет полагается за занятия, оплаченные в текущем году. То есть, если абонемент был куплен в 2021, то вернуть часть средств уже не получится. Еще одно ключевое нововведение. Оно касается самих организаций. Во-первых, физкультура и спорт должны быть их основным видом деятельности. Во-вторых, эти организации должны быть включены в специальный перечень. В Хабаровском крае продолжается формирование официального реестра спорт-организаций, занятия в которых дадут право получить новый налоговый вычет. И, кстати, как отмечают в национальном фитнес-сообществе, для самих фитнес-клубов попадание в такой реестр – это отличный маркетинговый инструмент для привлечения клиентов. Кто может попасть в перечень? При каких условиях можно получить фитнес-вычет? В каком размере? И какие документы для этого потребуются? Узнаем в студии Ирина Кожемякина, начальника отдела налогоблажения и доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Хабаровскому краю. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Вот так. Утро начинаем со спорта. Вы мне, пожалуйста, скажите, сколько организаций края уже есть в реестре, где можно получить тот самый налоговый вычет? Реестр был утвержден в прошлом году, действует на 2022 год, и на сегодняшний день 47 организаций попали в этот перечень. Всего их по России, кстати, чуть больше тысячи, поэтому 47 для края – это, в принципе, хороший показатель. Ну, хороший, не знаю, но, во всяком случае, достаточный по сравнению с другими регионами. Это не значит, что 47 там точек, где люди занимаются спортом, именно только подпадают под это дело. Я хочу сразу уточниться, потому что вот эти вопросы нам задают достаточно часто. В перечне обозначено юридическое название организации или фамилия индивидуального предпринимателя, который попал в этот перечень. Но это не значит, что так же называется фитнес-клуб или там спортивный зал, где вы занимаетесь. Вот, например, сразу скажу, что, например, ворд-класс в перечне не обозначен, но это одно из самых популярнейших мест, где хабаровчане занимаются и могут претендовать на получение вычета. Наутилуса тоже там нет, потому что это называется, насколько я знаю, ООО «Мир спорта». То есть название того, куда вы ходите, говорите друзьям, куда вы ходите, от юридического может отличаться? Может вообще кардинально отличаться и даже никаких намеков нет. Поэтому, если вы хотите получить вычет, то вам надо, вот, может, я переезжаю ваш вопрос, при занятии, когда вы оформляете договор, сразу обратиться с этим вопросом к менеджеру или к администратору, кто вас оформляет. При оформлении договора обратить внимание на название юридического лица, с которым вы заключили договор, ну и потом свериться с перечнем, либо уточниться у администратора, включаются ли они в этот перечень. Так, ну мы еще вернемся к самой вот этой процедуре со стороны физлиц. Вот если говорить про организации, которые у нас уже вошли в реестр, какие к ним требования? То есть, наверное же, все-таки какие-то ограничения есть? Ну, налоговые органы не сильно интересуют требования к организации. Мы, в общем, конечно, знаем, это больше прерогатива Минспорта, который именно ответственен за то, чтобы эти организации были включены в перечень. Насколько мы знаем, там есть ряд требований, которые касаются того, чтобы основной вид деятельности этой организации, именно основной, не вспомогательной, касался именно оздоровительных услуг, физкультурно-оздоровительных. И причем этот вид деятельности должен быть обозначенным, насколько мы поняли, именно на дату подачи заявления, оформления вот этой заявки, а не уже потом в процессе. Потому что часто у нас физкультурно-оздоровительные организации занимаются еще другими видами деятельности, вплоть до торговли и там всяких других. Ну, то есть вот если первым стоит этот, он попадает в перечень. Да, ну, кроме этого, естественно, есть требования к профессионализму людей, которые занимаются, оказывают эти услуги. Это тренеры, это, ну, не знаю, кто там еще... Инструкторы, да. Кто указывает инструкторы, в общем, по фитнесу и все прочее, чтобы они имели какой-то определенный уровень профессионального образования. Это тоже Минспорт рассматривает. Ну, и, видимо, еще какие-то, может быть, у них есть специальные... А, ну, кроме того, они не должны быть нарушителями по закупкам. Ну, добросовестно, в общем, работать. Вы поняли свои обязанности. Да, не только по налогам, но и какие-то другие государственные рассматривания. А вот этот реестр, он открытый круглый год или, например, только раз в год организация будет подать заявку? Документы в течение года подаются заявки, но они рассматриваются и оформляются, ну, не знаю, как там, процедура Минспорта, какие-то у них сроки есть, но попадают они в перечень. Перечень утверждается по состоянию на 1 декабря года следующего. То есть вот на сегодняшний день мы еще не имеем перечня, которые вошли организации в отношении 23-го года. Сейчас мы работаем с 22-м, там 47 организаций, я сказала, да. Пока ждем, пока Минспорт утвердит следующий перечень. Он, скорее всего, возможно, кого-то исключит из того перечня, который был, кого-то добавит, скорее всего, потому что, насколько мы поняли, организации, правильно вы сказали, для них это какой-то определенный уровень их... Такое конкурентное преимущество получается. Да, да, конечно, потому что сейчас люди стали интересоваться при заключении договоров, будет ли у меня возможность получить вычет, если я буду заниматься именно в вашем клубе. То есть это имеет значение, потому что 13% от уплаченной суммы, это, ну, в принципе, существенно. Красиво. Ну, если сейчас нынешние цены, там, в 20-30 тысяч абонементов. Но что нужно иметь человеку на руках, чтобы получить тот самый... С какими вопросами обращаемся в спорт-организацию? Что просим? Стандартный набор документов, прежде всего, это должны быть официально оказанные услуги, то есть должен был заключен официальный договор, который должен быть у вас на руках. Ну, и, естественно, так как вычет предоставляется от фактически оплаченных услуг, надо иметь платежный документ, который подтверждает, какую именно сумму вы заплатили. Причем заплатить надо лично. Это не может быть ни сосед, ни брат, ни сват. Именно от вас лично должны поступить эти деньги. Ну, опять же, предвижу ваш вопрос, бегу впереди паровоза. Если вы оплачивали услуги по занятиям физкультурно-оздоровительными вот этими мероприятиями для своих детей, либо подопечных, либо усыновленных детей, что тоже возможно, то в этом случае, соответственно, надо еще предоставить копию свидетельства о рождении, либо об усыновлении, чтобы подтвердить степень родства. Здесь до 18 лет без всяких ограничений, а если ребенку больше, чем 18 лет, до 24 лет тоже можно получить этот вычет, но при условии, что этот ребенок является студентом очной формы обучения, ну, так же, как по учебному. А если оплатили, допустим, для родителей в возрасте? Вот родители, к сожалению, в этот перечень не вошли. Вот по лечению их включили, а по родителям нет. Возможно, будут какие-то изменения, но на сегодняшний день пока только дети усыновленные и опекуны. А какова сумма вычета? Как можно ее рассчитать от того, что я должен получить? Рассчитать элементарно. Теоретически это 13% от суммы, уплаченной вами за оплаченные услуги. Но здесь действуют ограничения, потому что у нас перечень социальных вычетов, он достаточно широкий. Там и обучение, и пенсионное обеспечение, и лечение, и еще там какие-то есть вычеты. Все они должны уложиться в 120 тысяч рублей максимум. То есть максимально, что можно получить по группе социальных вычетов, это 15 600. Ну вот, если вы оказываете только услуги по фитнесу, то в пределах 120 тысяч можете претендовать на вычет. Если у вас есть еще какие-то социальные вычеты, которые вы намерены заявить, то здесь надо самому определиться, что вы будете заявлять, чтобы уложиться в эту сумму. Ну а так, получается, за фитнес могу получить до 120 тысяч рублей? Нет, 15 600. Нет, 13 процентов со 120 тысяч. То есть 15 600 ты можешь максимум получить, но это все равно очень приятно такое. Ну да, тем более, если вы, допустим, семья, как вы говорите, можно, пожалуйста, если сами не занимаетесь, ребенок занимается таким образом. В общем, я помню, мы еще когда говорили об этой инициативе в рамках каких-то законодательных решений, это было очень интересно. И вот теперь это воплотилась в жизнь, поэтому активно занимайтесь спортом, получайте часть денежок обратно. Вот именно. Да, у нас в студии была Ирина Кожемякина, начальника отдела налогоблажения дохода физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС России по Хабаровскому краю.